Рекордное число участников. Несколько тысяч человек отметили на берегу Волги древний праздник Сабантуй. Он символизирует окончание полевых работ. Торжества в Саратове стали по-настоящему многонациональными. Приехали даже гости из Африки. Репортаж Игоря Геенко. Родной язык и поддержка традиций. На Саратовской земле вот уже в 26-й раз прошел один из старейших в России праздников под именем, известным каждому, Сабантуй. Именно он долгие столетия и собирал в этих местах тюркские племена с одной целью – отпраздновать окончание посевной. Столетия назад здесь проходили торговые пути и был известный ордынский город Укек. В СССР решили возрождать традиции малых народов. Первый, тогда советский Сабантуй, прошел на Саратовской земле еще в 1962 году. Одно из главных отличий именно саратовского Сабантуя – смеси тюркского и славянского. К примеру, пока на сцене пели на татарском языке, напротив, желающие пытались покорить столб – традиционная русская забава. Порядка 40% населения Саратовской области именно татары. Да и само название «Саратов» произошло от татарского «Саратау», что означает «желтая гора». То, что мы живем на берегу именно Волги, в Саратове, отличает нас дружелюбностью, отличает нас любовью ко всем нациям, которые проживают на нашей земле. Отличаются диалекты, отличаются, может быть, песни, отличаются, может быть, костюмы в той части, именно что это поволжские татары, это саратовские татары. Традиционная русско-татарская забава, как выяснилось, не всем по плечу. Студент из Ибавы Кеовин Гунду на Сабандуи уже второй раз освоил армрестлинг, но вот как влезть на столб – осталось загадкой. Я вообще в прошлом году попробовал тяжелую, я все половину назад. А борьба у тебя нет? Нет, я боюсь. Я боюсь просто. Боюсь, очень сильно боюсь вообще. Самая многолюдная площадка была как раз для национальных татарских единоборств. Одним из самых ярких элементов Сабандуи стала национальная борьба Ко-Рэш. Возникла она как способ выбросить противника из 17 фатифову за пояс, а потом переместилась на землю. Сейчас у меня в противниках чемпион действующий. Не знаю, получится ли. Теперь у ворских татар есть около двух недель, чтобы успеть отдохнуть, а затем приступить к уборочной и начать готовиться к следующему Сабантую, который состоится ровно через год, когда древний праздник снова объединит более 130 местных народностей. Игорь Егин, Кадрилл Якимов и Михаил Сидников. Вести. Саратовская область.